Рад приветствовать вас, дорогие зрители. Вы смотрите канал Анапчане. Меня зовут Максим. И мы с вами находимся на отстраненной площади Анапы. Ранний вечер, 19 апреля 2023 год. Температура воздуха сейчас около плюс 16 градусов. Сегодня днем была переменная облачность с прояснениями. В принципе, была теплая погода. Иногда легкий ветерок дул, иногда небольшие порывы ветра были. Но сейчас, например, к вечеру ветра почти нет. И посмотрите, сколько у нас здесь классных, замечательных тюльпанов сейчас цветет. Причем тюльпаны разных цветов. Ну, красота какая. Зенители, безусловно, стараются. Делают курортные территории весной утопающими в таких классных цветах. Прогноз погоды обещает то, что в ближайшие несколько дней температура воздуха дальше расти пока что не будет. Наоборот, ожидается незначительное уменьшение температуры воздуха. До максимума плюс 14 градусов днем возможны дожди. Но, тем не менее, через несколько дней снова погода будет все улучшаться, улучшаться, все теплее и теплее становиться. И вода в море будет уже активно прогреваться. Это у нас центральный парк развлечений и аттракционов. Колесо обозрения видно, что не работает, а у белой шляпы традиционно фотографируется. Кстати, в России на побережье Черного моря купальный сезон может начаться раньше обычного в этом году. По данным синоптиков, в 2023 году благоприятные погодные условия способствуют быстрому прогреванию Черного моря, в связи с чем комфортная для купания температура будет достигнута уже с середины мая. В 2022 году вода прогревалась слабее из-за холодного мая и обильных осадков, не прекращающихся с конца весны. Сейчас море прогревается быстрее, чем в прошлом году. Если судить по климатическим наблюдениям за 10 лет, то были годы и теплее, и холоднее. Но для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов. А это все равно будет не раньше середины мая, рассказали в гидрометцентре Краснодарского края. А вот смотрите, здесь к началу курортного сезона готовятся новые аттракционы. Видите, благоустраивается территория. Так что аттракционов в этом году будет больше. Так, а вот у нас центральный пляж. И здесь, смотрите, песок, который завезли, уже почти весь разровняли. Ого! Ничего себе! Смотрите, смотрите, ребята, девчата. Смотрите, как сразу попросторней стало здесь, на этом участке пляжа. Классный песок. Смотрите, широкий участок пляжа. Кто привык традиционно приезжать и отдыхать здесь, то вы будете, я думаю, довольны. Выглянуло солнышко из-за облачности. По ощущениям, сразу стало на несколько градусов теплее. Отличная погода. Прямо класс. Вот чувствуется, чувствуется, что уже вот курортный сезон прямо-таки на подходе. Кстати, появились очередные подробности по Новой Анапе. Проект Новой Анапа сможет удержать в стране около 80 миллиардов рублей в год, которые люди тратят на отдых во время летних отпусков. Всероссийский курорт Новой Анапа будет приносить в бюджет порядка 8 миллиардов рублей налогов в год. Кроме, собственно, гостиниц, там планируют построить и медучреждения, и школу. Еще рядом проложат автомагистраль, которая свяжет курорт с трассой в Крым. На Черноморском побережье построят мощный туристическо-социальный кластер. Там появятся не только места размещения, но и элементы курортной экосистемы. Детские площадки в субтропическом стиле, зоны отдыха на открытом воздухе и различные соответствующие курортные сервисы. Также проект предусматривает строительство детского религационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума. Кроме того, на побережье возведут клинику, негосударственную школу и театральную деревню. Ну, понятное дело, что дело это не одного года, то, что этот проект будет реализовываться в течение ближайших нескольких лет. Ну, посмотрим. Я думаю, что взялись за него серьезно и новой Анапе быть. У нас на курорте Анапа на днях обнаружили на пляже мину. Мужчина во время утренней пробежки по Бугасской косе обратил внимание на предмет, лежавший на берегу около воды, который оказался 120-мм минометной миной времен Великой Отечественной войны. Вызванные сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали смертоносную находку, вывезли ее в безопасное место и уничтожили. Кстати, на днях в Малой бухте Анапы была обнаружена граната времен Великой Отечественной войны на глубине трех метров, и я об этом уже рассказывал. Вот такие опасные находки. Смотрите, друзья, это у нас дельфин пожаловал на макаводье тоже. Видите? Классно. Дельфины стали все чаще и чаще подплывать к району пляжей, в том числе к району центрального пляжа. А это, знаете, у нас одна из примет скорого начала курортного сезона, когда дельфин начинает так делать. Ну, видимо, не знаю они, что тут след за рыбой, наверное, следует. И вот мы с вами дошли уже почти до центра центрального пляжа. Смотрите, здесь сколько много людей стоят напротив плавающей стаи лебедей, которые приплыли, видимо, за какой-то подкормкой. Но хочу сказать, хочу отметить то, что сегодня людям, пришедшим вот в это время на астральный пляж, прямо-таки везет. И лебеди, и дельфин вот подплыл прямо к берегу, и классная погода. Ну, смотрите. Ну, смотрите, сколько уже много людей у нас на центральном пляже. Я думаю, все, все уже ждут наступления таких деньков, когда можно приходить уверенно сыграть на пляже. Ну, вот уже уровень лаунж-зоны. Здесь тоже достаточно много людей. Как раз-таки люди выходят отсюда, со стороны улицы Гребенской, и потом, завидя стаю лебедей, идут именно к лебедям, любоваться ими поближе. Вот, друзья, такие у нас в Анапе новости. Прогноз погоды говорит нам о том, что все равно, несмотря на временные какие-то понижения температуры воздуха, все равно дело идет к тому, что воздух будет все выше, выше по температуре, и в итоге в мае уже будет у нас, скорее всего, майская легкая жара. Друзья, ставьте лайки этому видео. Кто впервые на канале, смело подписывайтесь, делайте репост, пишите ваше мнение в комментариях по поводу всех тем, которые мы затронули в сегодняшнем обзоре. Меня зовут Максим. Желаю всем добра, желаю всем мира. Всего покедова. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok